Субтитры делал DimaTorzok О приближении и развязке плей-офф фон-бэт Суперлиги принято следить по мере роста бороды Виктора Заряшко Но Виктор и его команда не принимают участие в битве за трофеи Где более чем оправданно места финалистов заняли Химки и Динамо И очень интересно посмотреть, что выйдет из этого противостояния Ну интересная борьба будет, две в принципе равные команды Ну конечно по центровому у Владивостока поинтереснее, мне кажется Десятников набрал хорошую форму сейчас Я смотрел полуфинальные игры, да Но Химкам будет не хватать Евгения Фидия, я вам скажу Он тащил так, ну хорошо сезон провел А так шансы равны Ну у Химок это преимущество своей площадки И сыгранность на их стороне Потому что многие ребята уже в этой команде второй год Они сыгрались, достаточно показывают хорошую командную игру У Владивостока есть яркие индивидуальные игроки Такие как Аксенов и Богданович Ну и Десятников в этой плей-офф очень хорошо себя проявляет Поэтому здесь Владивосток скорее может противопоставить игру своих лидеров Против командной игры Химок Ну а физически эти команды обе хорошо готовы И показывают контактный такой жесткий пушской баскетбол Ну а прогнозы все равно внутренние какие-то есть? Ну мне кажется Владивосток процентов на 5 45 на 55 Хочется, чтобы эта серия продлилась 5 матчей И кто все-таки 3-2 в таком случае? Ну пусть это определит игра, пусть сильнейший победит Ну попробуем угадать, нет? Ну нет, я не делаю прогнозы Если мне не изменяет память, ты тоже, по-моему, играл в финалах в Суперлиге? Да, и выигрывал даже Всегда тяжелее играть там Ну когда я прилетал, мы даже с Новосибирском играли в финале с Владивостоком Туда приезжаешь первый день, очень тяжело акклиматизироваться Доставать из себя, мне кажется, все, что осталось, все силы И играть в финал уже на победу Ну я думаю Химкам, да, здесь легче принимать Я думаю, с задачей максимум надо две игры выигрывать И там уже тоже решать в первой игре Но такого не будет, я думаю, продолжительная серия будет И при этом ты мне не сказал, кто выиграет серию Ну мне кажется, 3-1 в Владивосток Субтитры сделал DimaTorzok Нам будет здесь проще Мы не проиграли ни одного матча в регулярке здесь Надеюсь, здесь на 2-0 Ну и, конечно, надеюсь на 3-0 Но думаю, что там все-таки Владивосток одну игру заберет Хотя, ну, конечно, хочется 3-0 За счет чего у Химок получится обыграть Владивосток? Тоже сильная команда Они не так далеко в регулярке друг от друга находятся Они третье место заняли, да? Да, да, я поэтому и говорю За счет чего, за счет какого фактора у Химок получится обыграть? Ну, скажем так Состав у Динамо действительно серьезный и сильный Я бы сказал, что, наверное, самый сильный Ну, если не брать Химки в расчет То это самый сильный состав в Суперлиге сейчас За счет чего выиграть? Обыграть? За счет защиты, конечно Мы пропускаем меньше всего за игру по сезону По-моему, 64 очка всего За счет защиты только защищаться В нападении получится что-то, надеюсь Ты уже знаешь, как выигрывать Суперлигу Правда, женскую Расскажи, как это было? Это был невероятный сезон И большой труд игроков и тренеров, естественно Какие эмоции от победы? От серии От серии только положительные Первый матч был, может быть, немного легче Но было тяжелее немножко настраиваться на финальную игру После разгромной победы И мы столкнулись с большим натиском от Спартака Питерского Но в этом и заключаются победители Что мы преодолели все трудности Под в течение всего сезона Что думаешь по этой серии? На своем опыте, опять же Мой родной город Владивосток Поэтому я надеюсь, что Владивосток победит А если не победит, то он все равно в моем сердечке Нет, ничего, денег нету На всякий случай А где вы дели? Просто нет, пролетариат Правильно, а кто в Москву без денег приезжает? А я москвич А, я москвич За кого будете болеть? За бабушкина Почему? Потому что он зять мне Рук из-за этого Нормально А есть какие-то прогнозы на серию? Как думаете? Беги Обидите, что они все думают Я думаю, надо растянуть удовольствие Давайте тогда спрогнозируем Какой будет счет серии? На трех побед? 3-2 Он приедет сюда на третью игру И отпразднует На третью победу А за счет чего у Владивостока Получится обыграть первое место регулярно? А на них ничего не дают Они и так, мне кажется, неплохо сыграли в этом сезоне На них ничего не дают Субтитры сделал DimaTorzok Серия действительно будет упорная Я это говорил позавчера Что ничего не решено Мы проиграли игру Мы просто уступили свою площадку Но при этом ничего серьезного не произошло Анализировать Но здесь надо уже доставать характер Мы сегодня, в принципе, проиграли на обоих сторонах площадки И то, что в концовке мы могли спастись Наверное, это уже определенный какой-то мандраж Потому что здесь тоже такая есть история Она тоже присутствует Что это первое поражение в сезоне на домашней арене И когда здесь вдруг стало неожиданно, что мы можем проиграть Никто на себя инициативу не взял Оба матча получились очень напряженными Оба матча получились в игре от защиты Мы промазали много трех очков, бросков В втором матче, во второй половине мы переломили игру За счет характера, наверное За счет какой-то энергии В какой-то момент Богданович был хорош Но потом мы просто правильно защищались С теми, от кого нужно ходить низом Ходили низом, от кого нужно помогать, помогали Все классно, один-один Идем дальше Это такое время, когда надо брать какую-то Брать ответственность какую-то на себя Какие-то тяжелые моменты По сути, что тут осталось Все, весь сезон был на это положен Чтобы сейчас играть в финале Постараться решить все в Владивостоке Потому что в том году у нас была четвертьфинальная серия Точно так же мы сыграли 1-1 И победили два раза в Владивостоке Битву за трофей наступило равенству Химик и Динамо по одной победе Это значит, что финальная серия Автоматически продлевается до четырех матчей минимум Куда склониться чаша весов в следующей игре Трудно предположить Потому что в противостояние финалистов вмешается джетлаг Ведь серия переезжает во Владивосток И кто справится с этой преградой лучше Узнаем 11 мая Продолжение следует... Продолжение следует...